Константин Криволап на связи со студией Freedom, авиационный эксперт. Константин, здравствуйте, рад вам, как всегда, в эфире Freedom. Приветствую, рады. Давайте разделим аспект того, что находилось на двух вышеупомянутых складах. Первый аспект это фронт, второй аспект это террористические удары России, возможности террористические Российской Федерации для нанесения ударов по мирным городам Украины. Со второго давайте начнем. Как украинские такие удары по стратегически важным складам России влияют на воздушные, дальнобойные возможности Российской Федерации? В первую очередь это касается корейских ракет, северокорейских ракет КН-23, которые для военных целей использовать просто бесполезно, потому что они в военную цель точно попасть не могут. А если ты не попадаешь точно в военную цель, попадаешь там в 100 метрах, то ты не достигаешь своей задачи, ты ее не решаешь. А с другой стороны, к сожалению, крайне, что не было нигде сообщений о том, что поражены склады с ФАБами, из которых делают потом, добавляют к ним вот эту ОМПК, и это становится управляемая бомба. Но по ним, к сожалению, такой информации не было. А вот КН-23 их доставали по всем складам. Ну, фактически, вот Тихорецкий склад, Тарапецкий склад, и еще до этого раньше был Воронежский склад. И везде туда завозились вот эти вот северокорейские ракеты КН-23. Вот их теперь существенно меньше. В контексте фронта, вот непосредственно говорят, что на этих складах также находились непосредственно боеприпасы для ведения активных боевых действий на фронте. Эстонская разведка говорит о непосредственно неделях, месяцах, когда вот будет эффект. По вашему мнению, когда эффект будет ощутим для российских оккупантов на фронте? Ну, очевидно, эстонская разведка имеет источники в главном управлении Министерства обороны России. Потому что у меня там такой информации нет, я не знаю, что там было поражено. Если там есть какие-то подтверденные данные, я могу только на них опираться. Если эстонская разведка говорит, что мы точно знаем, что там двух-трехмесячный запас снарядов был уничтожен, 152-го миллиметра, ну, другой информации нет. И поэтому поехать посмотреть, что там осталось от склада в Тарапце, так как от него ничего не осталось. Поэтому, ну, как-то очень трудно прокомментировать, насколько это хватит. Вернее, насколько будет задержка. То, что однозначно фронт это почувствует в течение какого-то достаточно короткого периода, потому что это был, ну, из таких арсеналов, это их было всего, вернее, их всего 5 на территории европейской части России, таких крупных. Этот в Тарапце был самым большим, у него площадь 8 квадратных километров, там 7,8. А остальные, они там, ну, в два раза фактически меньше. Но то, что там оно так долго летало, взрывалось и горело, и там ничего фактически не осталось, говорит о том, что там большие запасы были уничтожены. Там общее количество было, ну, по документации, 240 тысяч тонн боеприпасов. А по каким-то данным, там, по слухам, по домыслам, по разговорам, там, часового, который в Министерстве обороны стоит, то там 30 тысяч тонн было уничтожено. Ну, если 30 тысяч тонн, это все равно там несколько месяцев точно. Если там были уничтожены 8 или 10 кинжалов, прекрасно, это фактически полуторамесячный, двухмесячный объем выпуска кинжалов. Если там были уничтожены эскандеры, ну, прекрасно. Если 10, 20, то это, ну, опять же, месячный выпуск эскандеров. То есть это уменьшает, в любом случае, потенциал нанесения поражения по нашим объектам со стороны России. В контексте вот этих складов ГРАУ, Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Российской Федерации, тоже украинское средство массовой информации Defense Express говорит, что в пределах 750 километров от Украины расположены 6 таких складов ГРАУ. По данным украинских СМИ, было запущено около 100 беспилотников в контексте вот удара по торопцу по этому складу в боеприпасах. Для наших зрителей можете объяснить, вот, как часто Украина может проводить на такие вот массированные атаки по российским военным складам, вот, с таким количеством беспилотников, с таким результатом? Ну, первое, что нужно сказать, что, очевидно, у нас появилось значительно больше средств, которые изготавливаются уже в серийном объеме, которые способны к поражению. Мы фактически перед нашими праздниками, перед Днем прапора и Днем незалежности, мы фактически неделю летали в Оленью для того, чтобы заставлять Ту-95 подниматься, менять свои расписания, графики, прилетать в Энгельс, в Энгельсе чего-нибудь там пережидать, потом возвращаться опять в Оленью, потому что в Энгельс могут поразить, и в конце концов в Энгельс такие мы прилетели. Нам не хватает скорости по таким большим маршрутам, двухтысячным маршрутам, потому что все равно эти беспилотники где-нибудь замечают, понимают, куда они летят, и самолеты успевают подняться. Поэтому по аэродромам нам достаточно тяжело. База в Тарапце, она, кстати, находится как раз по маршруту на Оленью. Если смотреть там, где границы Украины, России и Белоруссии сходятся, так называемые три сестры, то от этой точки до Тарапца на север 500 километров плюс-минус. И как раз этот маршрут он идет дальше, мимо Валдая, мимо особняка Путина, и дальше на Оленью. Так вот, 750 километров – это фактически задекларированная дальность действия Поляныцы. И если это действительно так, то все, что находится в этом диапазоне, оно будет поражаться и в том числе и аэродромом. Потому что даже при боевой части 100 килограмм, но если она будет оснащена хорошим зарядом шрапнели, то самолеты в любом случае пострадают. Поэтому сейчас вот это вот было решение самой горячей проблемы – это уничтожение ракет, которые могли бы там в ближайшее время использоваться для нанесения ударов по нашей энергетике. Дальше, очевидно, будут удары еще по предприятиям военно-промышленного комплекса, но здесь хотелось бы дождаться разрешения со стороны наших партнеров, потому что лучше по таким объектам бить более серьезным вооружением. Ну, 100 килограммами стену или крышу там пробьешь и чего-нибудь завалишь, на какое-то время там на неделю парализуешь, но тебе надо всю эту операцию готовить, все координаты, все высоты, получить правильное GPS-новедение, правильное ориентирование в случае подавления GPS-а, ну и так далее. То есть надо решить кучу проблем, а эффективность будет не очень высокая. Вот если ты уже бьешь большой боевой части, тогда уже эффективность соизмерима с затратами, которые ты понес на подготовку всего этого хозяйства. Вот обратите внимание, мы только начали серьезно работать по территории самой РФ, были вынуждены уменьшить количество серьезных, больших ударов по Крыму. Может быть, даже не потому, что не хватает средств, а потому что не хватает контроля и внимания на все задачи, которые надо решать. Ну, такое впечатление складывается. Потому что там еще и Стомшедов остались, и Атакамсы остались, которые можно использовать. Может быть, их готовят для того, чтобы потом после разрешения бить по России. Не знаю, не имею информации. И, честно говоря, я не хотел бы их бить на всякий случай. Так вот, по России этих объектов интересных для нас, нужных, их достаточно много. И вот представьте себе, вам год назад говорят, мы будем летать по России по 150 штук за ночь наших дронщиков с боевой частью 100 килограмм. Ну, сказали, ну, фантаст в розовых очках, да? Мы это дело реально видим. В этой части вооружения мы серьезно поднялись. И, думаю, следующим шагом, то, что мы увидим, это мы увидим существенное повышение нашего ракетного потенциала, который, может быть, еще не будет соизмерим с возможностями там американских ракет, Стормшедов и Скальп, или там с тем же самым Тавросом, но который позволит нам решать достаточно серьезные задачи. Полянецца как бы идет по этому пути, и я ожидаю развития этой дрона-ракеты, или ракета-дрона, или просто ракета, или просто дрона. Не важно, как его называют, главное то, что он делает. Но постепенно с развитием украинских сил и в случае предоставления Украине разрешения на нанесение по территории России дальнобойных ударов западным уже вооружением нельзя будет называть прифронтовыми территориями, там, условно, Курск, Воронеж, Брянск. Постепенно вот эта вот дуга прифронтовая, она смещается, вот, исправьте меня, ближе уже к Москве, возможно, в ту сторону центральную российскую, нет? Вот, смотрите, санитарная зона, санитарная зона, ну, по идее, должна быть как-то находиться в разумных расстояниях, да? Вот если у россиян ракета «Искандер-М» бьет на дистанцию 500 километров, то, очевидно, ну, либо убирайте «Искандера», либо санитарная зона 500 километров, ну, как иначе? Логично, абсолютно с вами согласен. Тут как раз контекст также... Бьют по ядерной триаде, говорят, вот, поражают нашу ядерную триаду, мы сейчас ядерную бомбу. Не пользуйтесь самолетами Ту-95, не будет ударов по вашей ядерной триаде. Ну, логично. Абсолютно все просто, все логично. В контексте вот этих эффективных украинских ударов российские военные корреспонденты, военкоры, милблогеры, так называемые, часто поднимают, вспоминают заявления и визиты Шойгу прошлогодние. Еще когда он был министром обороны Российской Федерации на Алмаз-Антей. Он приехал в конце августа 2023 года на один из заводов концерна, помните, и рассказывал о том, что нужно производить ПВО чуть ли не круглосуточно. Реалистично ли покрыть, по крайней мере, европейскую часть России, там, где есть вот такие ключевые какие-то места, склады, концерны и прочее, прочее? Плотная система, несколько эшелонированная система противовоздушной обороны. Мне очень нравится израильская система ПВО. Она фактически четыре эшелона. Железный купол локальный, потом идет проща Давида немножко побольше, который нам бы очень, я думаю, пригодилось бы, там, скажем, для защиты Харькова, для защиты Одесской области, потому что как раз и дистанции, и система работы, и дальность ракет, которыми они оснащены, и стоимость в три раза или в четыре раза меньше, чем Патриота, ну, они как бы нам очень подходили, и все время вот эта мысль меня не покидает, но, к сожалению, наши отношения как-то с Израилем не совсем правильно выстраиваются. Хотя мы, с одной стороны, баррикады, но между собой какое-то у нас большое взаимопонимание, к сожалению, нет. Да, так вот, потом идет система, Хэтс у них называется, ну, там, трилог, скажем так, и потом еще Эджис, это самое высокого уровня, там, типа Тхадата, одно семейство, то есть те, которые перехватывают в космосе, не дожидаются пока они, вот Патриот перехватывает, когда он уже приближается к Земле, когда у него снижается скорость, а это, которые перехватываются там еще в космосе, ну, там совсем другие ракеты, другие немножко системы. Но следует понимать, что такая плотность ПВО в Израиле достигнута за счет того, что эта территория очень маленькая. Территория Израиля равняется территории Киевской области, ну, по площади, да, то есть для того, чтобы нам создать плотную систему обороны, нам не хватает всех средств, которые нам все эти периоды завозили, и нам надо еще сейчас завозить. И вот стоял бы там Патриот в районе Днепра-Запорожье, где-нибудь в тех краях, я думаю, что там можно было бы перекрыть очень много зон именно от поражения авиационных, да. Не залетели бы ни скабами, как сегодня ночью залетели, ну, и там куча других можно было бы решать проблем с помощью серьезных систем, больших систем, например, Патриот, Сампти. Так вот, это для Украины ей катастрофически не хватает, потому что все, что мы видим, это дефицит систем ПВО. Это харьковские проблемы, это все проблемы, связанные с Одессой, вот сегодня мы видели Запорожье. Это все дефицит ПВО, систем ПВО. И если бы Россия хотела насытить хотя бы такую же плотность, как в Украине, то она эту задачу решить физически невозможно. Поэтому, с одной стороны, хорошо, что все военно-промышленные предприятия, военно-промышленного комплекса расположены там 100-150 километров от Москвы, но в то же время вот это вот та зона, которую они более-менее защищают. Все остальное, куда ни посмотрим, везде серьезные провалы. Летят беспилотники, их пытаются сбить стрелковым оружием, причем не так, как у нас там мобильные огневые группы, а с помощью просто каких-то там калашей с плеча стрелять там, знаешь, там по беспилотникам. Ну, то есть, такой плотности Россия никогда не сможет достичь, как бы там Шейгури не шевелил и сами, не топал ногами, ничего не получится. Константин, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире, всегда вам рады, спасибо за ваш анализ. Напомню, что Константин Криволап был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивное видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.